Приветствую вас! Вот что-то мне подсказывает, что недовольны вы будете советом на них. Если просто вам дать совет, то недовольны вы будете. Вот, найдётся вам что возразить, и это чувствуется, что человек вы достаточно такой жёсткий по своим взглядам. Человек вы такой достаточно категоричный в определённых моментах. Вот, и мне кажется, что совет человека со стороны это не то, что вам вообще-то говоря подходит. Гораздо более правильно здесь было бы полноценно. Поговорить, вот, все обсудить, все, только все ситуации выявить, и только вот где-то уже после смотреть на конечный результат. С точки зрения профессиональной психотерапии именно так обстоят дела. Понимаете, я сильно сомневаюсь, что здесь речь идёт о любви. С вашей даже стороны. Потому что то, как вы себя ведёте, то, что вы теряете с ним, то вы выщучиваете человека. То есть это всё напоминает на самом деле игру, и какой-то страх. Страх близости. Страх сближения с человеком. Страх, ну не знаю, страх показать свои чувства, если угодно, да. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, в этом, именно в этом, заключается ваша глобальная проблема. Страх близости, проблема личных границ. И, возможно, ваша личная неудовлетворённость собой, поскольку то, чего вы ищете в любви, то, чего вы ищете в отношениях, тоже под некоторым, на мой взгляд, вопросом. Ну, здесь вот, в данном, в данном контексте, предвопросом. И, только после подтверждения или опровержения данной ситуации, можно уже будет о чём-то говорить. Ещё есть такой нюанс, что мужчина сам не очень активный по отношению к вам, и в случае, если вы сделаете первый шаг, это может стать таким лейтмотивом ваших и дальнейших отношений. И не очень понятно, готовлю я к такому раскладу. С другой стороны, если вы считаете, что человек станет менее счастливым после своего ухода, если вы считаете, что вы делали, делали и делаете человека счастливым своими действиями, своим отношениям, и если вам хочется, чтобы человек продолжал быть счастливым, то вам нужно не говорить о том, что мне будет тебя не хватать, потому что это, по сути, признание в зависимости, а модель быть имеет смысл сказать, что хотели бы сохранить контакт и после того, как он уйдёт. Дальше пригласить в кафе и поговорить. Один раз просто поговорить не как коллега, а именно как люди. Вот тут ещё есть проблема, что вы видите, вот пишут, да, что для меня не только начальство, но и мужчина, вот, это проблема, потому что ключевой ролью здесь является и не то, что он вам коллега и начальство, и не то, что он мужчина, а то, что он человек, а вот че, как раз таки, мне кажется, вы в нём и не видите. Вы видите в нём коллегу, вы видите в нём начальника, вы видите в нём мужчину, но не видите человека. а не виду человека, нельзя строить отношения с партнером, потому что, ну извините, до того, чтобы видеть в нем мужчину, вам еще достаточно далеко. Потому что вы пишете, я так понял, что у вас не было полноценного общения, как вот между двумя людьми. И то, что вы видите в нем мужчину, ну это отголоски ваших потребностей, но никак не реальное проявление человека с позиции гендера. Вот поэтому, как видите, здесь все достаточно непросто и необходимо разобраться как с вашей потребностной сферой, так и с целеполаганием, так и с восприятием себя и партнера, так и с опытом вашего предыдущего взаимодействия с мужчинами. А также обязательно с вопросом личных границ и возможным страхом близости. Только тогда можно говорить о том, что вам делать. А пока что, если время поджимает, спросите себя, будете ли вы чего-то ждать от мужчины, если проявите по отношению к нему чувства. Если будете ждать, проявлять не нужно, если не будете проявить. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...